Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями, из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат. 10 фактов, 3 задачи из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Елена Рязанова с книгой «Это норм». Книга о поисках себя, кризисах, карьеры и самоопределении. Они основаны на реальных историях. Историй там и вправду много, кроме истории есть и сама смысловая часть книги от Елены. И так вышло, что чуть больше недели назад мы впервые для себя открыли этого автора и сделали обзор книги «Никогда-нибудь». Ссылка на этот обзор, конечно же, будет в описании. Заметили два факта. Во-первых, книга вышла пару лет назад и мы, как обычно, плетемся со своим обзором где-то позади. И второе, буквально 15 дней назад у Елены вышла новая книга «Это норм». И у нас появилась возможность одним из первых сделать большой полноценный обзор этой книги. Сказано, куплено, прочитано, сделано. Перед вами обзор в формате 10 фактов, 3 задачи новой книги Елены Рязановой «Это норм». А передо мной бокал любимого рислинга. Потому что нет ничего лучше, как вы помните, чем хорошая книга и вкусное вино. Потому что, ну а чего еще ожидать от теплых первых чисел ноября 2020-го? Какое там красное, белый рислинг так и остается в фаворите. «Вся книга в нескольких предложениях. Это норм, логичное продолжение книги «Никогда не будь», которая учила нас не ждать подходящего момента, учила нас действовать и не откладывать жизнь на потом. Только вот в процессе всех этих неоткладываний жизни на потом и изменений, которые мы затеяли, нас поджидает большое количество проблем, нас поджидают ситуации, в которых захочется все бросить, обхватить голову руками, накрыться пледом и плакать в уголке. Елена косвенно предупреждала нас об этом еще в прошлой книге, а в «Это норм» подробно разбирается, почему куча моментов, которые кажутся нам критическими, на самом деле нормальные и вовсе не страшные. Отдельное спасибо Елене за неопределенность, как один из основных факторов нашего поведения в ближайшие годы. 2020-й уже доказал, что новая реальность способна генерировать такую неопределенность, что мы только и успеваем офигевать и выдыхать. Поехали, посмотрим на 10 фактов из книги и попробуем сформулировать 3 задачи. Самоопределение. Находясь в поисках своего предназначения, вы, как правило, отождествляете себя с выполняемой работой или с какой-то должностью, которую вы занимаете. Елена говорит, что нужно прекратить это делать и заняться самоопределением, потому что каждый из нас не просто винтик в системе, а сплав какого-то жизненного опыта, полученных знаний, амбиции, целей и интересов собственного пути. Собственно, когда вы становитесь на этот самый собственный путь, вы перестаете идентифицировать себя только со своей работой или только с маленьким участком своей работы, и перед вами открывается новый чарующий мир. Самоопределение – это, получается, главный и основной навык, который есть у вас в эпоху перемен. Маяк и путеводная звезда, с которой вы сверяетесь, чтобы понять свое положение на карте. И хоть у Елены эта часть вынесена практически в окончании книги, мне видится, что это один из самых важных моментов, поэтому я его вынес в первый факт. Вам нужно приучить себя жить в парадигме трех новых концепций, иначе никак. Концепция первая – это толерантность к неопределенности. Где бы вы сейчас ни находились, на каком уровне развития не были бы, толерантность к неопределенности – это новый навык, над которым можно и нужно работать, потому что неопределенность будет, как это неоксюморонно звучит, будет определять наши мотивы и логику, скорость, вектор в ближайшие несколько лет. Второе – это нелинейное планирование, потому что оно выплывает, собственно, из неопределенности. В эпоху перемен с большим количеством неизвестных, только так можно хоть как-то еще держать в фокусе внимание все, что происходит, точки концентрации возможностей, готовность воспользоваться шансом и умение быть в эмоциональном порядке. Это вот основные задачи, которые должны быть закрыты в нелинейном планировании. Ну и тут помнить, что существует множественность путей, на которые вы так или иначе не влияете, вы просто должны быть готовы, что все развитие пойдет не по сценарию, а по одному из таких путей. Ну и контакт с самим собой, идентичность и быть автором своей истории – вот это и есть то самое самоопределение, про которое мы говорили. При этом отсутствие идеала. Не существует идеального потом, если вы читали книгу никогда-нибудь или слушали обзор, там много про это говорится, надуманное понятие, которым нас вынуждают проживать жизнь так, как будто мы делаем это на черновик, так, как будто мы это делаем для кого-то. И Елена говорит, что бессмысленно практиковать, например, упражнение «Идеальный день», если вы не начинаете собственную игру, а делаете «Идеальный день» чей-то. Поэтому ожидание перемен в конечной точке пути – это пустая трата времени будет. Перемены должны вас сопровождать каждый момент. И для того, чтобы не попасть в ловушку идеальной модели профессионального части, нужно помнить, что вот эта ловушка, она как раз запускает режим бесконечного сравнения, поиска идеала и фокусирует ваше внимание на негативе, потому что у вас не так. И этот негатив мы начинаем воспринимать как сигнал, если что-то не так, значит наш выбор был неправильным, и нужно искать себя заново. А это не всегда правда, и правда заключается в том, что вам нужно четко понимать критерии оценки идеального и неидеального, ну и поскольку оно отсутствует за пределами вашего пути, то критерии оценки должны быть сформулированы тоже вами. И да, собственное представление о прекрасном может и должно отличаться от других, это норм, но оно при этом не будет неверным. То есть если для вас работает какая-то вещь, значит она вам подходит, значит критерий оценки был выставлен правильно, значит вы там сверились со своими внутренними ощущениями и двигаетесь правильно. Это очень легко организовать, нас всегда учат собирать пазл, а Елена говорит, что представьте, что вы собираете не пазл, а мозаику, вам может не доставать нескольких камушков, что там в пазле было бы критично, и вы не увидели бы целые красивые картины. А в мозаике, ну просто вот без этих камушков или стеклышек, сложенная картина, она будет все равно соответствовать вашему чувству прекрасного, и она будет чуть-чуть отличаться, возможно, от того, какой бы она могла быть изначально, но это не критично. Гораздо критичнее, когда в процессе складывания этого пазла у вас появляется когнитивное искажение, в этом заключается четвертый факт из книги. Есть самый, наверное, популярный эффект Даннинга-Крюгера, который часто встречается у людей, оказавшихся в тупике или на пути самоопределения, которые перестали получать удовольствие от любимой работы, но чаще всего мы, наверное, замечаем людей под влиянием этого эффекта. Вместе с ним соседствуют еще два демона. Это синдром самозванца и разрушительный перфекционизм. Со всеми этими тремя демонами можно сосуществовать, но иногда требуется помощь какого-то специалиста, не профильного, в смысле врачебного, а того, кто позволит вам сверить вашу систему координат и понять, вы попали в один из трех ловушек или все хорошо. Наверняка, я думаю, что за профессиональную карьеру вы сталкивались с каждым из этих трех когнитивных искажений, но в двух словах. Эффект Даннинга-Крюгера – это такой пример, некомпетентного всезнайки, когда ограниченность его компетенции, знаний не позволяет понять, насколько... Во-первых, оно не позволяет принять правильное решение, а во-вторых, не позволяет осознать, что правильное решение вообще лежит за пределами ваших знаний. Это начальник самодур, который всегда и так знает, как лучше, хотя на самом деле не всегда так. Он просто даже не пытается найти правильный вариант ответа, уповая на то, что при тот вариант ответа, который пришел ему в голову, он единственно верный. В противовес ему идет искажение с синдромом самозванца. Это когда ваши компетенции настолько хорошо прокачаны, что являются неотъемлемой частью вашей картины мира, и вам кажется, что это вообще обязательный уровень знаний абсолютно для всех. А значит, если то, что знаете, вы знают все, вы как эксперт ничего не стоите, и вообще непонятно, почему вас до сих пор не разоблачили, не вывели на чистую воду и не выгнали с работы. Но это на самом деле не так. Ваши знания экспертные уникальны, и вообще ими не обладает никто, кроме вас. Ну и разрушительный перфекционизм, тут тоже все понятно из названия, наше стремление довести до совершенства какой-то маленький кусочек работы направляет на этот кусочек работы весь наш фокус, и мы не замечаем, как валится вся конструкция. В момент, когда это все валится, и вам кажется, что наступает кризис, и даже вот если вы попали в эти ловушки, и вам кажется, что наступает кризис, ничего страшного, пятый факт. Кризис — это новая возможность, кризис — это вектор развития. Ну, во-первых, кризис, который внешний, когда все кругом сыпется, и все коучи, тренеры и специалисты по бизнес-эффективности учат нас, что сейчас-то как раз ого-го, как можно будет развиваться. Во-вторых, это ваше внутреннее состояние, и это нормально. Кризис в 2020-м, быть в состоянии внутреннего кризиса — это нормально. Он наступает тогда, когда парадигма мышления, работы, отношений или поведения просто устарела, и вы теряете эффективность старой модели, а новой у вас еще нет. И поэтому у вас есть вместо новой модели эмоциональная опустошенность, тщетное ожидание перемен, и вот что, собственно, формирует состояние кризиса. Ничего страшного в этом нет. Вот, например, карьерный кризис не говорит вам о том, что с вами что-то не так, он просто говорит вам о том, что у вас начинается новый путь, в который вам нужно будет пройти и преодолеть новые этапы роста. Ничего страшного. И для того, чтобы понять, действительно ли вы сейчас ворветесь в это новое состояние, действительно ли наступит кризис, Елена говорит, что вам нужно знать о существовании трех триггеров, которые его как раз и запускают. Первый. Это ваше внутреннее ощущение, что вы переросли текущий уровень и остановились в развитии, и вам уже все понятно в той части, что вы делаете, ничего нового для вас не происходит, и одна только рутина. Дальше произошло событие, которое напоминает о приоритетах вашей жизни, то есть что для вас по-настоящему важно, что отвлекает вас от большой мечты и цели, о мечтах мы еще поговорим в одном из фактов, и сигнал с другого берега. И вот если развитие идет по спирали, то, в чем Елена абсолютно уверена, то кризис это просто конец очередного витка, и для профессионала это возможность пересмотреть свой путь и скорректировать его. Корректировать путь можно в том числе благодаря мечтам, но очень часто нам говорят стоп, мечтать запрещено. Елена же говорит, перестаньте подавлять внутренний зов и перестаньте подавлять мечту, которую вы в себе лилиете годами. Не нужно откладывать на потом, не нужно убеждать себя, что она несбыточна, и это все, это все равно, что превращать ее в какую-то навязчивую идею, потому что мечта так или иначе будет возвращаться к вам снова и снова, и до самого последнего дня, если, не дай бог, вы этого не сделаете, будет преследовать вас таким назойливым миражом, и что ж, ты всю жизнь прожил, а мечту свою так и не воплотил. При этом категорически важно, как вы вот работаете с мечтой, потому что Рязанов говорит нам, что работа, например, не единственный источник драйва в нашей жизни, но при этом как нам жить с потухшими фарами в состоянии, когда мы перегорели. И в этом нам поможет мечта, потому что разные подходы к тому, что такое мечта, приводят к разным результатам. Например, подход мечта, это нереально, и это где-то недосягаемо, поэтому поживу как есть, наиболее частый подход, наверное, сегодня, он гарантированно погрузит вас в какую-то отложенную жизнь, когда вы будете проживать на Черновик и мечтать, что когда-нибудь вы доберетесь до мечты. Такое вот масло масляное. Например, тактика мечта, это то, ради чего мне нужно однажды все бросить, и она точно сделает меня счастливым в конце пути, может не сработать и только усугубить ситуацию. И ждать крутого состояния в конце пути, это вообще ошибочная штука, и это так не работает. Может быть, только в каких-то книгах, где человек там все время, у него все было плохо, 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 а потом в конце вдруг стало хорошо. Нет, нужно, чтобы это все было. В общем, в третьем подходе, мечта, гипотеза, но при этом огромный источник энергии, который может работать здесь и сейчас, вот это и есть как раз самый безопасный и быстрый путь с точки зрения результата. Вы принимаете мечту, вы говорите, что она настолько клевая, настолько вас драйвит, что вы готовы идти по этому пути, но не обязательно вы должны страдать и результат увидеть только в самом конце. Создавайте себе микромоменты, микрорезультаты какие-то, отслеживайте их и получайте от этого вдохновение, проходите вот этот путь, получая подтверждение того, что вы реализуете свою мечту. И тогда вы сможете сказать, это нормально. Седьмой факт из книги, которая называется норм. Модель идеального профессионального счастья, она расставляет ловушки, в которые вам легко угодить, потому что вы бесконечно сравниваете свои достижения с другими, находитесь в поисках несуществующего идеала и при этом фокусируетесь на негативе, дескать, ну я хуже сильно, чем все они, и почему я такой неуспешный, а они все такие успешные. Это ненормально. А вот если что-то пошло наперекосяк и не так, как вам бы хотелось, это нормально, и это не повод для смены работы. Выгорание это нормально, и даже в тот момент, когда вы занимаетесь любимой работой. Если вы любите свое дело, верите в него, что у вас что-то хорошо получается, что вы делаете что-то большее, чем являетесь каждый день, это не гарантия никакая, что вы не выгорите. И наоборот, это очень большой риск, что вы упустите тревожные сигналы. И вот эти вот, чтобы вы понимали, что нормально, а что нет, вам, например, для выгорания нужно четко определять главные причины. Например, режим убывающей отдачи и работа без восстановления, когда на единицу времени вы можете сделать все меньше, меньше и меньше. Или ловушка помогателя, когда у вас накапливается разочарование от того, что вы не помогли большому количеству людей, от вас все больше этого люди хотят, а вы всем им помочь не можете, и так дальше. Или поиски себя в парадигме идеального решения, или внутренняя нестабильность и какие-то деструктивные установки на низкий базовый уровень счастья и саморазрушения. Вот это все приводит вас к выгоранию вне зависимости от того, как сильно вы любите свою работу и как сильно вы ей отдаетесь. Но при этом существует огромное количество ситуаций, про которые вам кажется, что они какие-то очень-очень критичные, критичные, деструктивные, они при этом достаточно нормальные. Помните, что профессиональная свобода и мастерство – это очень важно, и что путь к свободе – это востребованность в профессии. Очень много примеров жизненных, как реализованные все эти постулаты были, учениками Елены, просто какими-то случайными знакомыми, и как они рассказывают, как у них получалось или не получалось, это в книге есть эти примеры. Но вам по этому факту важно понимать, что каждому из нас очень важно осознавать, что мы что-то собой представляем на профессиональном поприще, и что мы нужны, что мы востребованы. При этом боль и сомнение – это часть пути к мастерству, и те сигналы, что мы идем в нужном направлении. В общем, ощущать себя компетентным – это важная потребность взрослого профессионала. Как вам это подтвердить? Есть только один способ увидеть собственный результат, и, как мы говорили в предыдущем слайде, к счастью, вам для того, чтобы увидеть собственный результат, не нужна какая-то доказательная база из успехов, достойных Нобелевской премии. Вам нужны вот эти микроуспехи, маленькие победы. В этом месяце прибыль чуть больше, чем в предыдущем. Тут вы наняли двух человек вместо одного, и так дальше, дальше, дальше. Работайте, расширяйте линейку товаров, поставщики новые. Вот эти микроуспехи, маленькие победы, они имеют очень сильное психологическое значение, в результате которого вы как раз профессионально растете и получаете мастерство и свободу. Ну и есть концепции, которые там определяют, каким образом мы совершенствуемся и достигаемся профессиональных вершин. Мне больше всего нравится про 10 тысяч часов. Мал Кольм Гладуэл, по-моему, впервые об этом говорил. В общем, что для того, чтобы стать профессионалом, нужно налетать 10 тысяч часов. Свобода выбора. Девятый факт. Если, вернее, не если, а всегда, всегда у нас есть свобода выбора, которая никак не связана с надеждой на лучшее, с уверенностью, что все будет отлично и не связано с гарантиями безмятежного будущего. Ну, короче, это такая свобода, которая ничего нам вроде бы не обещает, клевого, но мы все равно должны сделать выбор. И в момент этого выбора мы либо продолжаем идти по пути своему и делаем то, что считаем для себя правильными, либо начинаем увядать. Если мы делаем выбор в пользу действия, то вот эта свобода выбора рано или поздно приводит нас на новый виток, который начинает какой-то новый этап, следующую историю. И тут нас ждет 5 ловушек. Про ловушки, наверное, я отдельно рассказывать не буду. Они у меня выписаны, они будут в текстовой версии обзора. Если вы захотите про них почитать, то спускайтесь в описание к этому ролику, будет ссылка на текстовую версию обзора, там будет про все эти 5 ловушек. Ловушка состояния, аутентичности, больших смыслов, ловушка уже поздно и ловушка умная Эльза, когда мы и так все знаем, оцениваем риски, на этом все заканчивается и, в общем-то, пытаемся понять, что же в этот раз, вернее, не понять, а пытаемся найти причину, что же в этот раз нам не даст начать наш путь. И десятый факт. Выйти из тупика. Хороший, очень интересный, полезный тезис, с которым, я думаю, сталкивался каждый профессионал. Вы, когда находитесь в каком-то, как вам кажется, безвыходном положении, вы не видите возможности для выхода, не потому что их не существует, а потому что они не попадают в ваше поле зрения, на ваш навигатор. Елена говорит, что навигатор нужно периодически загружать, то есть скармливать ему какие-то данные, куда мы идем, как быстро мы хотим дойти, для того, чтобы он составил вам маршрут. И вот возможности информации для этого маршрута, они, как правило, приходят извне, их нельзя придумать или как-то о них догадаться, чтобы случился какой-то инсайт. Их должны принести вам три субстанции. Вообще попадание в тоннель, вот она еще говорит, это за туннеливанием, это обычная ситуация, когда вы хотите что-то менять, но видите только ограниченное пространство впереди себя. И для того, чтобы наполнить это пространство смыслами, три источника. Это книги, которые в какой-то нужной теме, ну вот хотите вы, например, там, я не знаю, мое любимое мыло ручной работы делать. Вот найдите какие-то книги, которые об этом, или научные труды, или околонаучные, в общем, полезную информацию, которая на эту тему вышла за последний год. Найдите три события, которые состоялись в этом году, там конференцию мыловаров, какой-нибудь экспо по мыловарению с выставкой и там мастер-класс. И найдите трех человек, которые работают в этой теме и достигли успеха, и попытайтесь с ними законтачиться, и в общем-то, чтобы тоже какую-то актуальную информацию от них получить. То есть, получаются книги, события, люди. Ну, при этом, Елена говорит, что все равно самый важный источник информации это люди, потому что они обладают теми знаниями, которые содержатся и в книгах, и в событиях. Такие вот быстрые 10 фактов, но немножечко подзатянули мы, наверное, все-таки. Три задачи, как всегда, выписывая их в букнот, блокнот для осознанного чтения. С его помощью можно очень легко и быстро структурировать любую информацию из любой книги, а потом на основе этой структурированной информации составить себе три задачи для того, чтобы каждая прочитанная книга приносила максимум пользы. Максимум пользы. Из книги «Это норм Елены Рязановой» я выписал себе такие три задачи. Эффект, да, кстати, про букнот больше можно прочитать на сайте буква.инфо слэш блок слэш букнот или там просто его поискать. Если у вас букнота нет, обязательно записывайте любые тезисы и факты, интересные мысли из книги и формируйте задачи где угодно, в телефоне, в тетрадке, в клеточку, на альбомных листах. Задача первая эффект Даннинга Крюгера самозванец перфекционизм вот на регулярно вот эти три состояния задавать себе вопрос не попадаю ли я своими действиями в одну из этих когорт и не ставит ли это под удар весь тот бизнес или процесс в котором я задействован. Второе мечта это гипотеза и источник энергии и поэтому смена обстановки для воплощения мечты, перезагрузка и поиск вдохновения для новых свершений регулярно поход в горы и там рыбалка забег на 40 километров и регулярное растунеливание с помощью книг с помощью новых знакомств потому что идея рожденная в голове с помощью знаний людей за пределами головы написал я себе это самое ценное и крутое такими были быстрые 10 фактов 3 задачи из книги норм Елена Рязанова читай быстро проект такой буква.инфо если вдруг еще про него ничего не знаете то пожалуйста заходите приходите добавляйте в закладки там же у нас можно проверить скорость вашего чтения буква.инфо слэш рапид получить текст вопросы по этому тексту ответить на них и в конце получить сертификат с вашей скоростью и осознанностью чтения подписывайтесь на канал ставьте палец куда-нибудь вверх или вниз в зависимости от того чего вы думаете про этот обзор комментарии обязательно колокольчик ну в общем все зачем вы приходите на youtube блокнот для осознанного чтения рабочие тетради смарт конспекты больше про софт скиллы это все у нас на блоге буква.инфо слэш блог ну и инстаграм буква.инфо с Еленой Рязановой в этом году наверное покончено через неделю новая книга новый я новые вы читайте книги слушайтесь маму хорошего вам дня пока 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 пока